Кремль нарушил, ну или Российская Федерация в целом, нарушили все принципы международного права как такового. И, естественно, у нас и юридические, и моральные, и военные обязательства по освобождению Кремля от иллюзий, что можно правила нарушать. Ну и, соответственно, вот эти все спецоперации, которые сейчас всё более интенсивно применяются для подготовки до оккупации Крыма, они чётко говорят о том, что и наши партнёры, и Украина, и Россия подсознательно понимают, что, в принципе, Крым они уже теряют. И, соответственно, мы с вами тоже понимаем прекрасно, что полуостров Крым — это не какая-то абстрактная территория, где, собственно, Россия использует эту территорию как один большой военный склад, большую военную инфраструктуру для снабжения оккупационных грузов. Мы с вами понимаем, что для лично Путина это сакральное символичное место, с которого началась его попытка восстановить СССР. Ну она там и закончится. Ну и, собственно, и карьера Путина закончится, и карьера, закат путинской элиты произойдёт, всё произойдёт в Крыму. И эта спецоперация, она очень чётко обозначает, красные линии теперь устанавливает не Российская Федерация. Продолжение следует...